Это Вести Хакасия на телеканале Россия 24. В студии Елена Крылова. Здравствуйте. С сегодняшнего дня повышаются тарифы на коммунальные услуги. В частности, речь идет о горячей и холодной воде, электро-газоснабжении, водоотведении и отоплении. В общей сложности рост платы за ЖКХ не превысит 12%. Электроэнергия подорожает на 15%. Что касается жилищных услуг, таких как содержание жилого помещения, вывоз мусора, уборка подъездов и дворовых территорий, то решения об их подорожании принимаются управляющими компаниями после согласования с собственниками жилья. По словам специалистов Госкомтарифэнерго, постановление правительства, согласно которому рост коммунальных тарифов в год не должен превышать 6%, соблюдается. По всем вопросам, касающимся тарифов на коммунальные услуги, можно обращаться по телефону горячей линии. Он сейчас на экране. Снизить смертность населения Хакасии на 13% намерены республиканские медики, однако результат будет видно лишь к 2020 году. Сегодня чиновники от Минздрава поделились планами на будущее. Заявили, вернуть доверие и повысить качество жизни жителей – главные задачи. Константин Кравцов узнал, а какие результаты уже есть. По данным медиков, 70% смертности населения республики от болезней кровообращения. На втором месте – онкология. Цифры эти могут быть и не такими страшными, уверены в Минздраве. Чиновники разработали программу, согласно которой все сводится к недопущению болезни. Иными словами, профилактика. Мы нацелены на то, что мы будем работать как бы больше с здоровыми, чем с больными. Потому что профилактика – это дешевле для государства. И профилактика во всех странах развитых дает очень большую эффективность. В общем, в Минздраве делают ставку на модное сейчас слово «диспансеризация». Это тотальный медосмотр всех жителей республики. Для отдаленных районов власти закупают передвижные кабинеты. Технику ждут к осени. Еще один пункт в программе развития хакасской медицины – снижение смертности и тяжелых болезней у детей. Это и более тщательный контроль за беременными, и опять же, мониторинг развития ребенка. До 18 лет в разные периоды жизни ему нужно будет 6 раз пройти полное обследование. Дети будут осматриваться от 6 до 12 специалистов по разным возрастным периодам. Но учитывая, что порядок изменился у нас только в мае этот приказ вышел федеральный, поэтому в соответствии с нашим планом у нас подлежит этим осмотрам порядка 55 тысяч детей. К слову, в Абакане решается вопрос о строительстве новой детской поликлиники в районе МПС. Уже к осени чиновники обещают наметить сроки возведения. Помимо улучшения качества медицины, специалисты намерены сделать ее более доступной и удобной. Уже сейчас существует электронная запись к врачу через интернет. В списке 34 учреждения. По сути, это все больницы республики. Карты с историями болезней пациентов планируется также перевести в сеть. А сегодня начала работу горячая линия Минздрава. По номеру в Абакане 305-811 любой желающий сможет в течение суток получить ответ на любой интересующий вопрос. Константин Кравцов, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Трагический случай произошел в Черногорске в минувшие выходные. При строительстве подвала в гараже погибли два человека. Мужчины 70-го и 73-го годов рождения работали в капитальном гараже в одном из дворов по улице Космонавтов. Они рыли яму. Когда глубина достигла трех метров, стены углубления не выдержали, песок начал обрушаться. Под завалами оказался один из мужчин, второй попытался помочь, но его тоже засыпало песком. На место происшествия прибыли пожарные, спасатели, полицейские и медики. Их вызвал сын одного из погибших. На то, чтобы добраться до дна трехметровой ямы, ушло более трех часов. Скорее всего, не было четкой коробки фундамента, а были только две стены, задняя и ближняя стена гаража. А боковых стен опор не было. Поэтому была опасность, что может обрушиться. Гараж был пустой, и яма занимала практически все пространство гаража. Добавим, что в произошедшем также разбираются полицейские. Подобные случаи при рытье ям случаются достаточно редко. Тем не менее, спасатели рекомендуют перед началом земляных работ получить консультацию специалистов. Хакасия подводит итоги третьего международного форума по историко-культурному наследию для жителей республики. Пожалуй, самым запоминающимся моментом стала финальная точка – концерт Ванессы Мэй на стадионе Саяны. Скрипачка с мировым именем выступила в Хакасии впервые. На ее концерте побывала Олеся Калиниченко. Звезды мировой величины в Абакан приезжают уже не первый раз. Хосе Карерас, Дмитрий Хворостовский, Татьяна Павловская. Но ни один из них не заставлял публику ждать целый час. Стадион был полным, билет стоил 200 рублей. Для сравнения, в Москве стоимость билета на известную скрипачку доходит до 15 тысяч. Выступление в НСМС стало подарком от правительства Хакасии ко Дню Республики. Повезло выпускникам этого года. Бывшие школьники попали на стадион совершенно бесплатно. Свою программу Ванесса Мэй началась с русской классики «Танец саблями Арама Хачатуряна». Помогали скрипачки, ее собственные музыканты и Хакасский симфонический оркестр, с которым Ванесса Мэй первый раз встретилась только на сцене. «Они отлично сыграли, я довольна. У меня не получилось отрепетировать с вашими музыкантами, но мне сказали, что они профессионалы. И во время концерта я в этом убедилась». На вид довольно хрупкая Ванесса Мэй отыграла полтора часа практически без перерыва, выпуская из рук скрипку только для того, чтобы взять в руки другую. На концерте она использовала два инструмента – электроскрипку и классический старинный дорогой инструмент 18 века. Его Ванессе подарили родители. Эту скрипку Ванессе крали, возвращали, она ломала ее, но инструмент по-прежнему в прекрасном рабочем состоянии. Абаканские зрители в этом смогли убедиться. Ванесса Мэй имеет азиатские корни, но выросла она в Лондоне, поэтому сегодня родиной по праву считает Великобританию. Правда, последние три года она живет в Швейцарии, любит северные страны. Возможно, потому, что помимо музыки Ванесса серьезно занимается горнолыжным спортом и планирует принять участие в зимней Олимпиаде в Сочи. «Следующий концерт у меня в России пройдет в Москве в декабре этого года. Потом я оставлю музыку и всерьез займусь подготовкой к зимней Олимпиаде в Сочи, займусь тренировками и квалификацией». Концерт закончился ближе к полуночи. На пресс-конференции Ванесса сказала, что в следующий раз, когда приедет в Абакан, привезет новую музыкальную программу. Ей она займется сразу после выступления на зимней Олимпиаде. Правда, бороться за золото Ванесса будет не за сборную Великобритании, а за Таиланд, откуда родом ее отец. Концерт Ванессы Мэй прошел в День молодежи и стал подарком для выпускников. Их персонально с праздником поздравил руководитель региона Виктор Зимин. «Помните, у вас самое счастливое все впереди. Вам предстоит учиться, работать где-то. Но помните одно. У вас есть родина. Это земля Хакасия. Мы всегда вас будем ждать. Мы вас любим, ценим. Вы лучшие. Вы не просто настоящее будущее. Вы наша жизнь. Мы правда вас любим».